Привет, меня зовут Елена Лисовская и я автор проекта «Леса рулит». Вся моя жизнь связана с автомобилями, продажей, покупкой, теле- и радиопрограммой, все о машине. В блоге я делюсь своими знаниями о тачках, делаю интересные проекты, а также разоблачаю жуликов и перекупов. Подпишитесь на канал «Леса рулит». Поехали! Когда у разумного, взрослого человека есть 1 миллион рублей, он покупает себе слегка подержанную «Шкоду» «Октавию». «Да пошло оно!» – подумал владелец этой машины, продал годовалую «Октавию» и купил себе десятилетний «Джейл». «Джейл» «Джейл» или «Гейл»? Называйте этот «Мерседес» так, как вам хочется. Смысл от этого не меняется. Десятилетний автомобиль был приобретен год назад за 900 тысяч рублей. И как вы любите, конкретная история конкретного человека на «Лесе рулит». А история покупки была такова. «Я часто езжу на дальняк», – подумал человек. «У меня большая семья, мне нужна большая, комфортная, безопасная машина». «И при этом у меня есть всего миллион». «Ну что, берем Гейл», – подумал, и купил десятилетний «Джейл». Забегая вперед, скажу вам, что по деньгам за год в эту машину въехала такая маленькая, но почти новенькая «Ладочка-Гранточка». А именно чуть более 400 тысяч рублей. И это без каких-то критических серьезных ремонтов. То есть по основным агрегатам и мотор, и коробка не потребовали вмешательства. Брал с пробегом 210 тысяч километров. Перед тем, как купить, не пожалел 5 тысяч рублей и заехал на диагностику. Приговорили сайленте, одну шаровую и рулевую рейку. Владелец молодец. Сразу скинул 80 тысяч рублей. В итоге машина встала в 900. А весь этот ремонт, который я перечислила, обошелся в 150 тысяч. И вы можете сказать, 900 тысяч рублей за 164-й кузов? Это он еще дорого взял. И будете не правы. Потому что с бензиновыми моторами уже давно бы их гильзанули с таким-то пробегом. В данный момент он под 300 тысяч километров. Это во-первых. И во-вторых, машина-то обслуженная, очень ухоженная. И для нее, на самом деле, нормальным ценником был бы и миллион. А все цены, пожалуйста, посмотрите по ссылке в описании на автору. И в случае с 10-летним Мерседесом это называется человеку повезло. Потому что сам того не желая, совершенно случайно он купил очень удачную модификацию GL. В 2012 году машина пришла из Америки. И здесь после этого у нее был всего лишь один хозяин. Этот хозяин был денежным парнем. Он ездил в основном с водителем. Он не жалел деньги на обслуживание этого автомобиля. И регулярно менял масло. В общем-то, удачном моторе, о котором я вам много раз рассказывала. Это ОМ-642. Мотор это бывает разный по мощности. В данном случае он выдает 224 лошадиные силы. Но от этого смысл не меняется. Мотор очень хороший. Именно у американских GL с этим мотором идет упрощенная система сажевых фильтров, которая не делает мозг владельцу. И нынешний владелец, он не знает, но я уверена, что здесь уже поменены впускные коллектора, которые максимум-максимум доживали до 200 тысяч километров пробега. Сейчас, кстати, пробег 270 тысяч километров. То есть проехал 60 тысяч за год. Много, правда? Ну, в деревню, в Липецкую область. 400 туда, 400 обратно. Из неприятных вещей. Прямо через 10 тысяч после того, как машину купили, отъехала раздатка. Точнее, если быть конкретными, в ней отъехала цепь. Репу почесал, почитал форумы, понял, что будет делать с друзьями в гараже. Потом подумал, с друзьями в гараже опять придется нажраться. Вот зачем мне все это надо? Я же вроде бы приличный человек на Мерседесе. После чего поискал на форумах, и оказалось, что можно купить раздатку, восстановленную, отдав свою старую, за ту же 30-очку, которую бы все это на круг вместе с бутылкой джека обошлось бы. Нынешний владелец пока здесь отделался по дешманчику. Вложил всего-то немного денежек в замену ремней навесного оборудования вместе с роликами и датчиком массового расхода воздуха. О бюджетах скажу вам, ребята, попозже, потому что делалось это все вкупе с другими работами. Отдельно только свечи накаливания менялись. 25 тысяч они стоили. Просто человеку рекомендовали поменяй, пора. И сейчас займусь, ребята, предсказаниями. Из ближайших неприятных бед, чтобы вы знали, да и собственника, который за спиной оператора сейчас стоит порадовать, это, во-первых, скорее всего, дойдут форсунки, что будет не супер дешево. Проявляться будет, скорее всего, на холостом ходу, она будет поддымливать. Ну или турбина, тогда она будет поддымливать на ходу. И был один момент, когда человек понял, что здесь краилово по запчастям. И по всяким там хитрым штучкам ведет к попадалову. Пришли как-то сайленты и говорят. Привет, дружок, мы твои сайленты. Нам капец. Что же теперь будем делать? А сайленты там вместе с рычагом. А рычаг-то 15 тысяч рублей. Сука, дорого, подумал человек. И тут же ему сервисмены прибежали и предложили за 5 тысяч рублей перепрессовать на полиуретановые сайлент-блоки, которые после этого проходили буквально-таки 30 тысяч километров пробега и приказали долго жить. А до этого, заметьте, сайленты ходили 200. Те, родные. А теперь цитата от владельца. Поехали мы как-то 4 дурака на кроссовере в Липецкую грязь. В итоге очень быстро. Уазик, веревка и такая-то мать. Машину вроде бы достали. Думали, что без последствий они тут-то было. Сначала, прямо сразу, загорелся датчик износа колодок. А буквально через 30 километров на трассе загорелся чек-энжин. Совпадение? Не думаю. В итоге попытка почувствовать себя джипером обошлась как раз приблизительно столько, сколько стоил тот ржавый Уазик, который вытаскивал из грязи. А именно, 40 тысяч рублей. Потому что оторвали датчик износа колодок и сам по себе каким-то удивительным образом отвалился датчик массового расхода воздуха, который вот тогда около капота я вам рассказывала, что пришлось заменить. Вот не просто так, а вот из-за этого. Расход топлива по городу 14 литров. Трасса где-то литров 8-9. Кстати, видели, какие у нас колеса? Это все. Та же Липецкая область виновата. 30 тысяч рублей потратили на Редину. И это единственная внедорожная характеристика в этом автомобиле. А Евгений, наш оператор, ждал здесь понижайку. Стыд тебе, Евгений, и срам. Нету здесь. Похренай-ка здесь нету, здесь никакой понижайки. Но зато есть ассистент подъема в гору и спуска с горы. Это уже, ну, уже неплохо. Купив машину, владелец гордился тем, что пневма-то, пневма-то родная. Гели, кстати, джели. Без пневмы не бывают. Только и мэли бывают на обычной пружинной подвеске, а вот эти машины нет. Если они у вас на пружинке, значит, заколхозили. Но здесь задняя пневма решила уходить красиво. Только, правда, одна ее часть. Ехали, опять же, во все ту же любимую Липецкую деревню. И что-то стало казаться, что машина немножко ведет. Приехали, вышли. А она перекособоченная. Один баллон, левый. Мирно ушел, без скандала. Надо попробовать подергать подвеску. А вдруг оживет, подумал хозяин. И подергал. Она зафиксировалась в высшем положении. И дальше никуда. А ведь обратно еще 400 километров. Поеду так, подумал хозяин. И тут второй задний баллон решил уйти красиво. Как жахнул прямо на дороге. Так что они чуть все в окна не повылетали. Ну, в общем, второй баллон красиво уходил. В итоге 90 тысяч рублей. Но передние-то пока еще родные. Есть чем гордиться. Но на всякий случай владелец решил заказать их на Германщине. Тем более, что нашел за 25 тысяч. Так, значит, я хочу поехать назад, да? Это я так назад захотела поехать, да? Да. И вот теперь лайфхак. А теперь, ребята, чиним Mercedes GL. Дорогостоящий. Хач! 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 Хачач! О! Ребята, а ручки-то? А ручки-то вот они. Да, я на разборке находил вот отдельный такой элемент. Полторы тысячи. Только или черный, или серый. Бежевый 10. Потому что сидение вот так вот делает. Угу. А дальше... Не работало. Леночка пришла. Я серьезно говорю, не работало. В остальном же автомобиль практически в идеале. Осталось только починить вот этот замок, который открывается только ручками. А также машина думает, что на третьем ряду сидения кто-то есть. Но это может быть в церковь просто сходить надо. И так, ребята, по итогу. Помните те начальные 150, о которых я сказала, которые изначально сразу при диагностике проговорили? Вот их пришлось вложить. Далее 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. Но это виноваты сами. Нефига было в говны на такой машине лазить. 90 тысяч рублей – это все эксперименты с пневмобаллонами. Ну и еще немного денег на свечи накаливания. В итоге человек посчитал, что плюс вместе с теми ТО, которые каждый 10 тысяч он проходит, порядка 450 тысяч рублей было вложено за год в этот автомобиль. Нужно понимать, что впереди, конечно же, будут расходы. И особенно, скорее всего, они будут по мотору. Пусть небольшие, но все-таки будут. Об этих расходах я вам приблизительно говорила. Но есть еще что-то, что, скорее всего, будет являться неприятным сюрпризом. Короче, вот там, на заднем сидении сейчас вздыхает собственник. Можно приблизительно рассчитывать на 300-400 тысяч в год, в случае, если не будет какого-нибудь основательного звездеца. И вот это наш вывод по деньгам. Он вам нравится как-то? Все маршуты репами. Нет, 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 нет. Зато какой кайф. Сзади, сказал владелец. Улыбаюсь, между прочим. И сегодня я вам не буду ничего рекомендовать, потому что это конкретная история конкретной машины и конкретного человека. Я просто оставлю это здесь. Когда я спросила владельца, послушай, но ты потратил более 400 на эту машину за год. Что ты считаешь вообще? Как ты думаешь, неужели ты не пожалел? Лена, я каждый день сажусь в эту машину и кайфую, сказал он. Да как я могу вообще жалеть? А здесь, ребята, вы решайте сами. На одной чаше весов 400, а на другой я кайфую. И думайте, а что вам нужно? Такая машина? И потратить на нее в лучшем случае 400 за год. Либо вы на Шкоде Октавии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова